Профессор в ЛГУ Александр Скворцов прокомментировал передачу церкви, храмов и реликвий, находящихся сейчас в ведении музеев. До 17-го года прошлого века все православные храмы были собственностью РПЦ, и это, по мнению Александра Скворцова, безусловное основание для реституции церковного имущества. С другой стороны, прошедшая с тех пор 100 лет – огромная эпоха, которая отложила в мировоззрении каждого жителя свои собственные представления о соотношении памятника и церкви. Кроме того, не всегда церковь способна в принципе содержать возвращенный ей объект так, как необходимо для его сохранности. Недавняя история, скажем, с Успенским собором Крегинина монастыря, где хранилась икона Боголюбской Божией Матери с 12-го века, раритет, что называется, самое ценное наше достояние. Собор не справился с этой задачей. Действующий Собор с этой задачей не справился. И пришлось в оперативном порядке изымать эту икону, и сегодня она в стадии реставрации находится уже. И московский реставратор участвует, и владимирский реставратор участвует. Поэтому ведь это не так простой вопрос. А есть возможность у храма точно так же относиться к передаваемому, скажем, объекту, как к памятнику. В свете состоявшейся недавно передачи церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Александр Скворцов рассказал также о том, как видит ситуацию с Георгиевским собором в Гусь-Хрустальном. – Ведь вот этот Леонтий Бенуа, архитектор, ведь когда он создавал этот собор, вы знаете, он не просто беспочвенно его создавал, а он его создавал именно для Гуся-Хрустального. И там, скажем, бронзовые иконостасы были, перегородчатой эмалью были выложены. Колонны, которые сегодня из лабрадорита, полы, они блистающие, они узорные, такие красивые. Они тоже как бы из естественных материалов, которые так или иначе дают повод говорить о стекле, о хрустале. А люстры были просто хрустальные, подсвечники были хрустальные, выполненные прямо на самом заводе в Мальцевском. – То, что сейчас называется вписание в городскую среду. – Да. Сможет сегодня? Я думаю, что нет. Пока что нет. Понимаете, нет. И нет возможности пока представить этот собор во всей этой полноте, красоте, эстетической ценности своей. Поэтому я думаю, что надо подождать, не надо так, кстати, торопиться. Продолжение следует.